Добрый вечер, друзья мои. Сегодняшний вечер мы проведем с народным депутатом, которого вы не часто видите на экране, и тем не менее, который совсем не новичок в украинском политическом поле. У нас сегодня в гостях народный депутат от радикальной фракции Андрей Артеменко. Народный депутат Украины от фракции радикальной партии Олега Лешко. Заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам европейской интеграции. Соучредитель и руководитель политической партии «Солидарность правых сил». Учился в Киевском политехническом институте. Был советником Киевского городского головы. Инициатор создания благотворительного фонда гуманитарной помощи. Женат, есть четверо детей и внук. Андрей Артеменко. В программе Натальи Влащенко «Люди. Хоу-ток». Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Ну вот, я правда читала вашу биографию. Знаете, есть люди, у которых биография вообще прям не за что зацепится. Ну вот, поучился в школе и через три дня стал народным депутатом. Такое, у нас же сейчас много таких депутатов. Были, слава богу, прошли такой большой путь. И сегодня я вас помучаю на эту тему. Вот, начну прямо с того, что, ну, я, вы, так сказать, птениц гнезда Бакая. Я очень хорошо помню это время, потому что когда-то в свое время работала в газете «Сегодня», которую основал фактически Бакая. Вот, сделан подарок кучам и тогда такой. Эта газета была очень популярна. Я прекрасно помню и Игоря в эти времена. Надо сказать, что к чести его он никогда не вмешивался. Ну, я думаю, что когда у тебя столько газа, не до газеты. Но у вас вот что хочу спросить. Вот вы были с Бакаем, вы возглавляли футбольный клуб ЦСКА Киевский, вы были советником Амельченко, вы были в Бюте, вот вы были во многих местах. Вот что вас вело через все эти, так сказать, очень разные политические группы? Вот вы просто знали, что вам нужно делать карьеру и зарабатывать деньги? Или это были какие-то другие истории? Во-первых, огромное спасибо, Наталья, что вы пригласили меня услышать от первого лица правду. По крайней мере, мою субъективную правду, как я ее себе сам воспринимаю, как человек, как личность, как отец, уже как дед. У каждого человека своя правда. Да вообще, на самом деле, правда имеет две стороны всегда. Белую и черную. Вообще любое действие, любое событие имеет две стороны. Те иные или иные события сейчас, по прошествии многих лет, а вы задаете вопрос фактически о моей юности, о моем становлении как человек, как мужчина, как отец. Я, конечно, оцениваю немножко по-другому, как то, что мне представлялось в то время. Но, тем не менее, вы знаете, оборачиваясь назад, мне не стыдно. Мне не стыдно ни за один мой поступок, ни за одно свое решение. Да, конечно, я сейчас во многом, может быть, поступил бы по-другому. Да, иногда мое козережье упрямство берет надо мной вверх, брало надо мной вверх, и я совершал поступки, за которые сегодня мне есть за что просить прощения у некоторых людей. Да, конечно, сегодня, анализируя пройденный путь, находясь фактически в середине жизни, никто не знает, сколько нам отведено быть на этой земле, я делаю определенные выводы, а самое главное, я по жизни, наверное, все-таки оптимист. Причем оптимист, который смотрит вдаль, уверенно, понимая и неся полную ответственность за все свои действия, за все свои слова. Вы не просто оптимист, вы прям такой романтик, я прям заслушалась, когда вы говорили. А вот как вы считаете, возвращаясь к Игорю Михайловичу Бакаеву, Михайловичу, он, по-моему, да? Игорь Михайлович. Да, он, я знаю, что вообще судьба многих сегодняшних политиков связана с ним. Ну, например, братья Кличко, которых он в свое время финансировал, которым он помогал, так сказать, встать на ноги и так далее. Вот вам каким Бакаев вспоминается, как вы считаете, он больше вреда или пользы принес Украине? Хотите инсайд? Давайте я вам расскажу свою версию. Вам будет очень интересно. Давайте. 95-й год. Я в то время находился, в партийске уже жил, у меня уже была грин-карта, в Соединенных Штатах Америки. Работал помощником юриста в одной адвокатской компании. Соответственно, только приобрел себе дом. В Америке? В Америке. В Америке. Почему? Потому что мне занесло в Америку в 92-й год. Ну, это не дешево было. На какие деньги вы приобретали этот дом? Ну, с 92-го года живя и работая. Будь юным человеком. С 92-го года, после окончания Киевского политехнического института, после транзита, после Европы, после Бельгии, попасть в Соединенные Штаты Америки, познакомиться с человеком, который сыграл определенную роль в моей судьбе. Вся моя жизнь, это встреча с людьми. То есть вы за три года заработали на дом? За три года, да. А чем же вы таким занимались, что в Америке заработали на дом? А тем, чем занимался потом, вместе с Игорем Михайловичем Бакаем, это сопровождал украинских талантливых людей, в том числе спортсменов, причем разных видов спорта, по жизни. Я был один из первых, да не просто один из первых, я был, наверное, первый национальный агент футбольный, который тогда только зарождался. Я был из тех людей, который, по большому счету, дал зеленый свет, дорогу многим известным сегодня не просто людям, просто спортсменам, а личностям, которые стали президентами. Ну, наши взаимоотношения с известной плядой футболистов того времени, то есть это начиная от Ломановского и Суркиса, а также того золотого состава киевского «Динамо», скажем так, второго пришествия, в результате которого киевле они выиграли Кубок Европейских Чемпионов. Это все те люди, все те, с золотой составом киевского «Динамо». То есть вы занимались тогда этими трансферами? Я занимался именно этими трансферами и так далее. В эту роль, естественно, этим занятием я и был, так сказать, замечен Игорем Михайловичем Бокаевым, что тогда он, если я не ошибаюсь, в 95-м году принял решение о том, что он сопровождает некоторые футбольные круги, я очень аккуратно скажу, потому что это его дела. Он финансировал украинский футбол, он занимался командами, в том числе и Днепром, в том числе и Борисфенович, я не ошибаюсь, и другими командами. Он пригласил меня, так сказать, помочь ему в будущем, когда человек достигал, футболист достигал определенного роста, сопровождать его по юридическим вопросам, сопровождать, искать для него футбольный клуб, договариваться об его футбольных трансферах, договариваться об его личных условиях, сопровождать его семью и так далее. Это была та работа, которую никто тогда еще в нашей молодой республике не делал. Я был первым. Кстати, я не могу, извините, что я перебиваю, не вспомнить одну скандальную историю, когда очень известная украинская газета была закрыта, потому что она написала о том, что, по-моему, Шевченко продается за миллион, не за миллион, но за какую-то большую сумму. Сейчас не буду ничего врать, потому что я не помню, за сколько это было. Суркин тогда подал в суд, что они, так сказать, написали ложную информацию, и газета была закрыта. Вы не помните эту историю, да? Нет, я не имел счастья, так сказать, участвовать в этой истории. Я не помню ни про какие суды. Знаю про то, что Шевченко был продан в футбольный клуб «Милан». Не скрою, мне бы хотелось бы стоять рядом с этим трансфером, потому что размер комиссионных был бы достаточно велик. Со своей стороны могу, опять-таки, сделать небольшой инсайт. Я привозил президента футбольного клуба «Пармы» на переговоры Григора Михайловича с Уркису. Это был 1997 год по вопросу продажи Шевченко в футбольный клуб «Парма». Если не ошибаюсь, сегодня, по-моему, за 28 миллионов долларов. Это тогда, на то время. Можете себе представить, размер комиссионных агенток. Так, может, как раз об этом и шла речь, да? Возможно, не знаю. То есть, как бы не следил за это дело. Но благодаря моим скромным усилиям, такие футболисты, как Юрий Максиевов, такие футболисты, как тот же Виктор Скрипник, который сегодня в футбольном клубе «Вердер», к чему он непосредственно имел прямое отношение, к его переходу возглавляет первую команду немецкой «Модеслиги». И другие вещи. Это был достаточно небезопасный бизнес. Некоторые наши футбольные агенты просто были убиты в эти годы. 90-е годы – это вообще небезопасное время, в прямом смысле слова. Если ты имеешь отношение к деньгам, а я имел отношение в том числе и к большим деньгам, это история, которая грозила тебе, ну, как минимум, подчеркиваю, как минимум опасности для тебя лично и для твоей семьи в том числе. Поэтому у меня было много моментов, было очень много неприятных встреч. Однажды дошло и до покушения, это уже отдельная история. Я прошел эти 90-е. Как я уже говорил, мне ни за что не стыдно. А если мы расстроим футбол и перейдем в другие виды спорта, то и Андрей Медведев. В группе Бакая в то время были такие люди, как Алексей Кучерин, Василий Горбаль, Александр Абдулин, которые сегодня ваши коллеги. Вы общаетесь сегодня с этим всеми? Да, я со всеми. Вы знаете, тот коллектив, вообще, ту команду, которую создал Бакай, сегодня она доказала в том, что мы прошли школу, которая сегодня есть, чего дать для нас, как применить в наше время. И самое главное, как отдать стране то, чему она нас научила. Вы забываете о том, что еще была такая личность, как Александр Михайлович Волков, который сыграл, наверное, ключевую роль в становлении Бакая. По большому счету, самую ключевую роль. Самый директор парламента, который много... Самый директор парламента, да. А что сейчас Александр Волков? Где он? Сколько я знаю, он счастлив в своем браке. У него трое замечательных детей, наверное, уже и внуков. Он живет где-то под Киевом и, по-моему, не ведет никакую активную политическую деятельность. Я крайний раз видел его чуть больше года назад по ситуации, которая была на Майдане. Там был очередной конфликт, который мне пришлось улаживать. Некрасивое слово. Решать, так скажем, да. Для того, чтобы не убили одного человека. Он очень попросил меня, чтобы это не дошло до абсурда. Вот. Ну, в общем, как-то мы решили этот вопрос. Поэтому в то время... Это человек-политик был? Нет, нет. Это коммерческий, это обычный коммерческий передел, рейдерский захват определенного здания в городе Киеве. И мне попросили вмешаться просто для того, чтобы прекратить и не довести... То есть, смотрите, вот вы говорите, что это прекрасная школа Бакаева была. Но у страны Украины... Школа жизни. Школа жизни. Да. У Украины остались вопросы к Игорю Бакаеву. Да и у меня есть вопросы к Игорю Бакаеву. Да. Особенно в той части, где, так сказать, газовая, так сказать, его деятельность. Согласен. Да. Согласен. К вам тоже были вопросы, насколько я знаю, о правосудии. И вы тот человек, который в СИЗО находился два года. Два года, шесть месяцев и девятнадцать дней. Ну, не помню, часов, часы не считал. Поверьте, я считал каждый день, находясь там. Не только в СИЗО, учитывая, что поменял достаточно много СИЗО в Украине, а еще девять месяцев в одиночке в СИЗО СБУ на Схольдовом переулке. Кстати, где я познакомился с Николаем Корпяковым, так судьба меня свела. Отдельная история наших взаимоотношений с Колей. То, что было в СИЗО, то, что было потом на Лукьяновке, то, что было после того, когда мы освободились, наши взаимоотношения. Его участие в УНСО, его участие, его роль в создании правого сектора, да и моя роль в создании правого сектора. Я очень редко об этом говорю. Вам скажу кое-какие вещи, которые никто не знает в Украине. Ну, вот давайте мы закончим просто по уголовному делу. Что это было за уголовный дел? Потому что говорят о том, что, по крайней мере, то, что я читала, по крайней мере, в прессе, что речь шла о больших злоупотреблениях финансовых на посту вашего человека, который занимался трансферами футбольными и футбольными клубами. Да, я расскажу, на самом деле, достаточно откровенно, потому что это публичная информация. На самом деле, если сейчас сделать ресерч в интернете, вы увидите много еще статей того часа, то есть это второй, третий, четвертый год и так далее. Было открыто фактовое уголовное дело по растрате огромных сфер денег в нефтегазе Украины, к которым, видя бог, я не имею точно никакого отношения, потому что не являлся никаким государственным лицом, не имел никакого отношения к нефтегазу и так далее. И в этом фактовое дело расследовалось по поводу вывода каких-то колоссальных сумм из-за счетов нефтегаза. На оплату футболистов? Нет, 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 я даже не знаю, какие там бобардировщики какие-то были, футболисты не имели к этому никакого отношения. Мои предшественники на этом поступают. А это даже были самолеты, бобардировщики? Абсолютно, какие-то самолеты, бобардировщики. Еще раз говорю, я не знаю, это мне досталось на следствие. И самое главное, что самое интересное, был подписан контракт, там, где мой предшественник, который возглавлял, если не ошибаюсь, государственное предприятие Министерства обороны футбольной клубции СК Киев, так он назывался, подписал договор на вот эту сумму. Уголовное дело расследовалось полтора-два года, я там два раза меня приглашали как свидетеля, я давал показания, и на этом все заглохло в 2000 году. Хочу обратить внимание. Арестован же я был в 2002 году, расскажу, как, при каких обстоятельствах. Я баллотировался на выборы Верховного народа. От кого? Это был мажоритарщик по Одесской области, и, соответственно, должен был стать народным депутатом, потому что выиграл, как у своего оппонента-коммуниста, 72 на 18 и так далее. Но в тот момент мой тогдашний шеф, человек, которого я поддерживаю благодаря знакомству с, кстати, то, что братьев Кличко я сопровождал с 95-го, фактически по 2002 год, постоянно и так далее. Это кто? Александр Александрович, который, так сказать, тоже им здорово помогал в жизни. Я стал сначала его помощником, потом стал его советником, потом возглавил группу советников городской администрации. Александр Александрович не сошелся в чем-то с Лидданиловичем, с Кучмой в то время и так далее. Напротив него было открыто шесть угловных дел. Шесть. Одновременно шесть. Если помните, там была даже история связана с отставкой его. Я все помню, да. Да. И вот в тот момент меня начали, ну, мягко говоря, вызывать в прокуратуру, как на работу, причем мало того. Один день в прокуратуру, другой день в УБОП, третий день в генеральную прокуратуру, четвертый день в УБОП. Что вам вменяли? Мне вменяли только одно. Даже не вменяли и так далее. Мне дословно было сказано, как сейчас помню, товарищем Астионом, генерал Астион и министром Сминновым. Основно было сказано, смотри, даешь показания на Амелю, простите меня за это дело, соответственно, идешь гулять. Не даешь показания на Амелю, идешь в тюрьму. А за что найти в тюрьму? Да мы найдем. Что нашли? Ну, вот нашли все то, что пишут в интернете. Якобы я перечислял какие-то деньги, значит, со счетов государственного предприятия на свои личные счета и, соответственно, их тратил там неизвестно. Но это же нужно доказать. Ну, безусловно, да. Вот, соответственно, этим занимались они два года, шесть месяцев, семнадцать дней. Освободили меня в времена сразу после начала Оранжевой революции. И освободили именно эти события. Андрей, вы понимаете, у нас же многих освобождают. И не всегда, потому что правда... Да так, у нас не всех садят. У нас освобождают рано или поздно вообще всех. Я очень мало знаю людей, которых не освободили бы. Вопрос только как. Вы были членом БЮТ? Да, я был членом БЮТ. Вы были членом партии регионов? Никогда в жизни. Не были членом? Никогда в жизни. Ту ерунду, которую... Членом еще какой партии вы были? Никакой. Только БЮТ? Ну, конечно, да. Ну, сейчас являюсь сегодня в радикальной партии. А как случилось так, что вы дарифанули к правому сектору? У вас, причем, когда какое-то недолгое время, вас называют, так сказать, финансистом, человеком, который отвечал за финансы в правом секторе. За какие финансы могли быть у правого сектора? Давайте закончим с БЮТом, потому что это, на самом деле, одно с другого вытекает в Киевсовете. До 2008 года верой и правдой служил и фракцией, и БЮТ. После того, как те события, которые начали происходить вокруг моей скромной персоны, это, опять-таки, принуждение фактически меня голосовать за то, что я должен голосовать во имя, так сказать, известных личностей, которые в тот момент находились и руля в городе. Я говорю о Черновецком, о его молодой команде. Вот я понял, что я не буду этого делать. А меня, опять же, начали пугать уголовными делами, реанимацией всех моих, всех этих вещей. Я понял, что в этой стране, в те условия, которые сегодня, опять-таки, для меня создаются, я уже входил в эту реку, и мне здесь просто нечего делать. Я принял для себя просто единственное правильное решение в 2008 году, это в 2007 году, я не вышел с БЮТа и не перешел в партию регионов. А кто вас принуждал к этому голосованию? Ну, вот ваши однопратицы вас принуждают, Юлия Владимировна? Нет, 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 почему Юлия Владимировна? Нет, нет, она здесь вообще не получила. Я расскажу, ну, дайте сейчас сказать, я пытаюсь объяснить. Не Юлия Владимировна, началось все то же самое, что было в 2002 году. То есть, приглашение прокуратуры, повестки, соответственно, допросы, где только одно условие. Ты переходишь в большинство Черновецкого, и, соответственно, после этого к тебе нет никаких претензий. И какое решение мы приняли? Я вам скажу больше. То же самое делали с моим отцом, то же самое делали с моими бизнес-партнерами. Это все решение я принял единственное правильное. Я не переходил в партию регионов или куда-то еще другое место. Я просто уехал со страны. Я уехал со страны, потому что я понимал, в тех условиях, которые сегодня мне создаются... То есть, будучи депутатом, вы уехали? Да, будучи депутатом, я уехал. Это есть информация. А вы сложили депутатские полномочия? Да, я сложил депутатские полномочия, и я уехал. Я поступил правильно, я считаю, достойно. И самое главное, я никого не подвел. Поэтому то, что бред, типа, пишут, что я переметнулся. Недавно читал какую-то статью очередную. Вы пишут, что вы ушли в партию регионов? Это неправда. Это неправда, я это официально заявляю. Я просто уехал из страны. А кто вас тогда запугивал конкретно? Вот скажите, команда Черновецкого, это же... Рассказываю, рассказываю. Это же не просто, это какие-то лёгики, фамилии имеют. Три раза меня приглашали в городскую прокуратуру, следственное управление. Где мне вложили на стол в моё уголовное объявление. Кто с вами из политиков говорил? Кто с вами говорил? Довгий, Черновецкий? Кто с вами говорил? У нас были отношения только с Леонидом Михайловичем. Леонид Михайлович вёл основную работу. С Леонидом Довгим мы встречались только во время голосования, только во время того, как мы... Ну, я достаточно фактурный парень и так далее. Так я вот там достаточно часто не давал некоторым нашим особо злобным депутатам ударить его в очень тяжёлом паголе, например, стулом. Это странно. Ведь Черновецкого команда вас прессовала. Вы говорите, что вы его защищали. Может быть, надо было взять стул тогда всё-таки? Да, и закончилось бы это очень печально для тех, кто бил, или того, кого ударили. И не будучи мирным человеком по своему образу и подобию, насилие над любым человеком не приедет. То есть у вас нет никаких претензий к представителю команды Черновецкого? Ничего себе нету. Я уехал из-за нашего конфликта. Ну, так вы говорите же очень мило, если не с Довгим разговариваете. Да, я буду разговаривать с ним, как с любым другим человеком, потому что слово я верю в слово. Потому что слово больше, чем кулак. Да, я знаю поговорку о том, что слово, если не ошибаюсь, с ногами делают больше, чем просто. Итак, правый сектор. Интересная история. Два с половиной года до первого декабря 2013 года я прожил и проработал в Катаре. Это страна, которая находится в... Где-где? В Катаре. В Катаре. И у меня был контракт, я туда перевез семью. Я должен был работать там, и, соответственно, в Украину. Я приехал 30 ноября только для того, чтобы пообщаться со своими родителями. Чем вы там занимались? Каким бизнесом? Что вы делали? Бизнес связан с обслуживанием военных баз, которые находятся на территории Катары. А что это за бизнес? Как вы обслуживали военные базы? Грузовая логистика. Все, что связано с обеспечением продуктами, питанием, энергоносителями и так далее. Но в этот же рынок очень трудно встроиться. Очень тяжело. Вот вы приехали, и каким образом это случилось? Я бы спросил меня, что я делал 7 лет в Америке. Что я там делал, чем я там занимался, и какая была моя основная работа. Дело в том, что... То есть у вас там были какие-то друзья, какие-то связи, которые вы использовали? Да, у меня были знакомые, которые я использовал. Это украинцы, это русские кто это? Нет, нет, нет. Никакого отношения ни к Украине, ни к России эти люди не имеют. Это люди, которые... Многие из них американцы, которые сегодня мне очень здорово помогают, в том числе и нашей стране. Это как бы промотировать Украину, защищать ее интересы, голосовать за те вещи, которые не проголосованы в Конгрессе, с одной стороны. Понятно. Вы говорите, что вы имели отношение к созданию права сектора. Как это было? У нас просто времени уже мало остается. Я думаю, что то, что я сейчас начну рассказывать, вы продлите свою передачу на дольше и так далее. Говорите. Правый сектор. Когда о нем узнали? О нем узнали фактически в конце января. На Майдане, да? Да, на Майдане и так далее. До этого была организация, как таковой не существовала. Был Трезуб, был Белый Молот, были другие патриотические организации, которые сформировались как правый сектор непосредственно с моим финансовым участием. Вот эти три организации? Нет. Я про правый сектор уже говорю. Эти организации, ну, наунса. Но они очень старые организации. Конечно. Это меня удивилось, да? А самое интересное, это наунсу. Так случилось, что на Майдане мы, естественно, встретились, это было 1 декабря 2013 года, когда мне, как любому киевлянину, было очень интересно посмотреть, что происходит сейчас, почему на Крещатике столько людей. Я поехал пешком, увидел все, что происходило на Банковой, увидел трактор, увидел Петра Алексеевича, увидел тот первый камень, который был в него брошен. И встретил там Николая Корпюка. Николая Корпюка того самого, с кем я встречался в тюрьме раньше и так далее. И вот тогда первый раз впервые я услышал право слова «правый сектор», не придав никакого ему значения и так далее. После этого меня познакомил с Дмитрием Ярышем, познакомил с Андреем Гетуном, как мы его называем, с Темпецким, познакомил с Андреем Тарасенко, с многими другими ребятами. Собственно, это и был тот костяк, если не ошибаюсь, 20-30 человек, которые стали тем легендарным православным. Сколько вы денег вложили в организацию? Вы знаете, я вам хочу сказать одно. Бюджет правого сектора, если это не секрет Поли Шинеля, а это все те вещи, которые прошли через счета политической партии, те финансы, которые прошли через официальные платежи, это те колоссальные пожертвования, которые сделаны. Общая сумма свыше трех миллионов. Скажите, пожалуйста, а ведь многие очень и об этом писали, говорили о том, что, например, что не только, кстати, правый сектор, а другие батальоны и другие организации, они участвовали фактически в экспроприации, скажем, мягко. Было такое. Ну вот, например, не секрет, что правый сектор охранял, Береза это подтвердил, но сказал, что там не было, я не участвовал в этом, в эфире, охранял в Жигуре особняк пшенки. Очень много исчезло оттуда вещей. Да, правда. Очень много, в том числе и машины, и автопарк огромный. Часть, которая была в какой-то время на стоянке возле МВД, теперь не знаю, куда она делась, вот, но часть забрали вы, фактически. Ну, не вы лично, я не знаю, нет, но правый сектор. Куда делись, куда правый, потому что когда мне Дмитрий сказал, когда он был у меня в эфире, я говорю, куда делись вещи из особняка, из Межугория особняка пшенки. Он сказал, мы их передали после пресс-конференции в готеле Днепро. Я спросила, кому? Он сказал, не помню. Может быть, вы помните. Дипломатический ответ и так далее. Давайте по порядку. Да, мы первые вошли в резиденцию Януковича. Да, мы первые вошли в дом в пшенки. Все, что мы там увидели, это то, что, наверное, видели многие все ближайшие часы, когда приехали тут же, в том числе телевизионные каналы. Это полностью разграблено фактически вандальным способом. Дома, это вынесено, и все, что можно вынесено. Причем некоторые вещи, вот, например, у... То есть вы хотите же сказать, что они были разграблены у вас? Я не хочу сказать, я декларирую это. Я точно знаю, о чем я говорю. Почему? Потому что все, что нам удалось сохранить, все, что нам удалось, точнее, сохранить. Мы, спасибо нашим представителям СБУ, мы сразу вызывали людей, описывали каждое, подчеркиваю каждое. Какие же они вызывали? Это было представители, если не ошибаюсь, мы тогда с Валентином, на Ливащенко общались, и он нам давал людей, кто приезжали. Это было с Национального банка, это было... фамилии сейчас не помню, но могу поднять. Это были СБУшники, это были представители Национального банка, это были общественные организации, которые мы вместе протоколы... Национального музея сказали, что были коллекции картин, но, в принципе, уже ничего не осталось, когда они приехали, вообще, в принципе, ничего. Я декларирую только то, что вы знаете. То есть, а сохранилось... А сохранилось, ну, вы должны были, если вы что-то передавали, то должно было какие-то копии сохраниться, кому и что вы передавали. Это вообще документы эти сохранились? Вы знаете, я вам скажу... И где-то можно увидеть? Я думаю, что да. Я думаю, что я вам сделаю такой подарок, я пытаюсь поднять эти архивы и вам передать список. Вот было бы очень интересно. Да, мы сравнили, на самом деле, что лежит там, и что мы передали. Вот это было бы интересно понять. Договорились? Автомобили где? Что машин было у этого самого в парке? Больше, больше. В парке у Януковича, насколько я знаю, да? У Януковича было, наверное, машин 17, сколько я знаю ситуацию. Понимаете, что сидя в штабе, в прямом смысле слова, не ездил. Нет, нет. А вот у его окружения, наверное, машин было больше. Здесь другая история. Большое количество, ну, скажем так, нечистых на руку, в кавычках, патриотов декларировали о том, что они представляют правый сектор. И под эгидой правого сектора, тогда, помните, тогда было уже порядка двух месяцев без власти, абсолютно. А кто это был, вот эти нечистые на руку? Вы хоть одну фамилию можете вспомнить? Я же пытаюсь это объяснить и так далее. Большое количество людей, которые представлялись правым сектором, просто занимались откровенным грабежом. Грабили все, что плохо лежит, решали свои коммерческие проекты, выясняли свои отношения, которые были за многое время, возникали между кем-то и кем-то, прикрываясь только одним флагом. Это правый сектор, все, всем боятся, ручки кверху. И за это время, только то, что прошло через меня, свыше 100 автомобилей, которые были забраны, фактически украдены, и нам доставало больших усилий возвращать все обратно. Ну почему? Человек схватил свое, считал, что это уже личное его и так далее. Но хоть кого-то вы можете назвать среди тех людей, которые пытались увезти? Я знаю тех, кому вернули. Это те люди, которые сегодня... Кто вернул? Вернули те люди, которые брали, естественно. Фамилии-то я их не знаю, учитывая, что правый сектор – это организация тогда. Нам же так фактически не удалось перевести ее в партию, то есть сделать реальным, нормальным политическим проектом. Собственно, ради чего я туда и приходил. Ну да, это отдельный разговор. Это отдельная тема, и, наверное, это нужно поблагодарить тех людей, кто сегодня, так сказать, называл себя еще до недавних пор правым сектором. Но, поверьте мне, это не Стампицкий и не Перепартик. Правый сектор, когда мы посвятим отдельный разговор, у меня еще к вам два вопроса, до того, как вы мне зададите, потому что мы уже почти в финале. Вас в свое время выпустил Ренат Кузьмин под подпуской, не выезде, и за вас поручительствовал Михаил Добкин. Поддержите ли я с ним сегодня еще отношения? Да, здороваюсь. Только здоровайтесь? Только здороваюсь, расскажу больше. С Добкиным я познакомился после того, как я вышел. Подписалось три, возможно, пять народных депутатов. Это же под его поручительство. Это было первое освобождение, мое освобождение. Входотайствовало в моем освобождении, в том числе, Юлия Тимошенко, для того, чтобы меня освободить. И, соответственно, Добкин подписал, Червонопийский подписал, был такой, да, Руденко подписал, кто-то еще подписал. Фамилии просто не помню. Я когда вышел, я нашел каждого из этих депутатов, поблагодарил, потому что, на самом деле, это был первый этап моего освобождения. После этого были закрытия всех уголовных дел, суды и так далее. Как я уже сказал, в 2007 году эти все дела были реанимированы и предъявлены мне снова. Так вот, ни с кем, подчеркиваю, ни с кем из тех людей, кто подписал тогда, за исключением одного человека, это Геннадия Борисовича Руденко, я сегодня не общаюсь. С Добкиным мы здороваемся, привет, или там, здравствуйте, здрасте. Потому что даже приятельских отношений у нас не было, нет, будет, зависит больше от него. Почему радикальная партия? Знаете, вот я сколько разговаривала с членами радикальной партии, практически никто из них не знает историю радикальной партии европейской, никто не понимает, что такое радикальная идеология. А вы почему радикальная партия? Как это? Я не вижу связи, левая партия, батьковщина, радикальная партия, вот как вообще, почему вы там? А у нас практически в стране сегодня нет идеологических партий, то есть партии, все в основном партии лидерского толка, да, то есть есть лидер, есть вождь, есть человек, ну, безусловно, обладающий своей харизмой, обладающий своими взглядами и так далее. То есть вы практически под Лешко пришли? Что нас связывает с Легом Лешко? Ну, наверное, то время, когда я занимался непосредственно в том числе и правым сектором, и финансовыми вопросами, решал кое-какие силовые вопросы, решал в том числе кое-какие вопросы. Что такое силовые вопросы? Просто обеспечение безопасности, элементарные вещи. Вот вы же не зря говорили, мы прошли 90-е годы. Вы были начальником охраны у Лешко? Нет, я не был начальником. А как вы решали у него силовые вопросы? Вы можете, не у него силовые вопросы, но я говорю об обеспечении безопасности, все, что связано с поездками на Восток, все, что связано с поездками по, ну, скажем так, горячие точки, которые происходили, так как мы говорим зону АТО, хотя на самом деле мы понимаем, что это война. Вот скажите мне, пожалуйста, вопрос даже не в радикальной идеологии, вот ваша функция внутри фракции, вы отвечаете за безопасность, я правильно понимаю? Я отвечаю за безопасность, я отвечаю за некоторые экономические вопросы, я отвечаю за все, что связано с некоторыми проекторами, которые мы пытаемся вести по привлечению иностранных инвестиций для Украины. Все-таки 7 лет на странах Востока, это много. Ваш вопрос мне, мы уже в финале. Конечно. Хотя бы еще продолжим. Обязательно, я очень много вам интересного хотел бы рассказать, потому что я вам расскажу. Кто вы поверили в исповедание? Я православная. Как-то вы очень просто ответили, это духовный вопрос. А какая православная? В какой церкви? В какой патриархат? Киевский патриархат. В какую церковь вы ходите? Ну я хожу, я живу в селе Иванковиче, я хожу, когда я хожу в церковь, я хожу вот в маленькую церковь, которая у нас в деревне находится, либо же, когда я приезжаю к маме в Житомир, хожу в житомирский приход. Вы исповедуете, вы причащаетесь? Очень редко. Все под Богом, ходим. Спасибо большое, Андрей. Спасибо, Даша. Что ж, друзья, мы сегодня провели вечер с вами, с народным депутатом Украины от радикальной партии Андрея Мартеменко. Знает он гораздо больше, чем он сегодня успел рассказать. Но я думаю, что мы еще продолжим с ним, потому что никогда мы не поймем наше настоящее, пока мы не поймем, как все происходило в эти пресловутые 90-е и нулевые. А я прощаюсь с вами, говорю то, что говорю обычно. Заспайте спокойно, просыпайтесь свободными. Завтра обязательно будет. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok